Хм, здравствуйте, друзья. С вами, как всегда, Андрей Дуцент, и это Трансформеры. Войны на Земле мы продолжаем. Ну что же, у нас тут, так сказать, случилось обновление. Как вы уже успели заметить, и музыка изменилась, стали другие темы играть, может быть, даже более зловещие, но тем не менее. А теперь какие-то даже героические ноты пошли, но не суть. Суть в том, что у нас тут две вселенные объединили, вселенную Трансформеров и Джи Ай Джо. Были трейлеры, которые я видел, соответственно, с этой вселенной Джи Ай Джо, ну кто-то, если не в курсе, может вкратце посмотреть хотя бы ознакомительно. Вот фильм там Бросок Кобр был, хотя, честно признаться, я и сам не особо сведущий в этой вселенной, можно сказать, практически от слова совсем, но тем не менее. Две главы. Соответственно, за светлую сторону у нас будет, вот как его там главный герой-то звали, по всей видимости, полковник этот из Джи Ай Джо, да, собственно. И у этих будет, как его, командор, командор, и вот эта вот девка, которая была в фильме, там, с наноботами, подружка главного героя, какая, короче, тут все запутано, но не суть. А две главы. Две главы. И, соответственно, тут открылся ответ на вопрос, который меня волновал с момента предыдущего ивента. Кто же расхреначил наших бойцов? Ну, как автоботских, так и десептиконских. А, видимо, вот эти вот ребята и расхреначили, потому что здесь у нас появились теперь новые битвы вызова и новые, как бы, версии ботов. Хаундвамп и Саундвейв Хис. Ну, честно говоря, даже не знаю, что это за вампы Хис во вселенной Жижа-Жо, да? Жижа, грубо говоря. Но, тем не менее, давайте глянем первую главу, посмотрим, что у нас там. Ветропеременно. Полторы тысячи осколков, три звезды, восемьсот, так, четыре, три тысячи премиум осколков, пять чипов силового ядра серебро, один чип силового ядра золота и супероподзабитву. Обалдеть. Только этого и ждали. Ну, давайте воспроизведем передачу, посмотрим. Мелоди, почему? Я думал, мы доверяли друг другу. Мы доверяли, мы доверяем, просто все очень сложно. Мне очень жаль, Оптимус, честно. А что у нее с лицом? Вы посмотрите, что у нее с лицом? Что у нее с глазами? У нее все поплыло как-то. Закатило глаз. Один глаз прищуренный, а другой куда-то закатило. Какие страхи, а, е-мое, Сайлент Хилл. Тут, походу, еще вселенную Сайлент Хилла добавили. Но я сделала то, что сделала, в ответ на угрозу, которая сравнила угрозь с десептиконов. Есть ли у этой угрозы имя? Возможно, ультрамагнус будет лучше, если ты просто поговоришь с дюком. Дюк, туа, дюк. Но это не дюк нукем, если что, это другой дюк. Так сказать, дюк нукем бы тут вообще бы и тех, и этих всех одновременно взорвал бы. Попутно, так сказать, развлекаясь с двумя девушками, делая жим лёжа, да, там, как он это обычно. Все 20 дел одновременно. И куря сигарету, сигару, под симфонию разрушения Мегадеф, так сказать. Я, ну, просто запасной игрок, техническая поддержка. Что-то типа того. Блин, да вы гляньте, что у нее с лицом стало. Она, походу, точно что-то дунула. Вы гляньте, ее вообще просто перекасает. Какой кошмар. Кто такой дюк? Я, первый сержант Кодер Несхаузер, полевой командир тактического отряда G.I. Джо. К вашим услугам. Ну, обалдеть. И гранату носит, прям можно подходить, так вот смело дергать, или какой-нибудь автобот. Там, кто у нас телекинезом? Да, вон тот же Мегатронус там и прочее. Чеку выдернет и вуаля. Как в Людях Экс, когда Магнета повыдергивал у всех эти чеки из гранат. Только вот в каком-нибудь... По-моему, в последнем фильме про Феникса, если я не ошибаюсь. Но как? Наши средства связи были полностью изолированы. Скажем так, Бластеры, вы не единственные парни, у которых есть технические козыри в рукаве. А теперь, прежде чем мы продолжим наш разговор, кое-кто хочет поговорить с вами. Оптимус Прайм, пожалуйста, прислушайся к Дюку. Угроза, с которой мы столкнулись, может погубить всё живое на земле. Опять? Хаунд? Но как? Слушай, Прайм. У нас возникла ситуация, которую нельзя остановить в одиночку. Придётся действовать сообщат. А-ой-ой-ой. Никто и не сомневался. У него, по крайней мере, теперь лицо как-то повменяемее, чем у Мелоди. Мы уже давно следили за вашими земными войнами. А-а-а, смотрите, он мой плейлист пересмат... Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Эй, Дюк, походу, мой плейлист пересматривает. Попросили Мелоди быть нашими глазами шоем. Точно, а я-то думаю, чё... Я чувствую, кто-то вот наблюдает, да, вот этот самый... А тут, оказывается, Мелоди, короче, да? По запросу Дюка. G.I. Джо смотрит, да? Ну, по-любому подписываются, лайки ставят. Тут как без базара. Наверняка и по ту сторону так же. По правде говоря, я никогда не собиралась предавать тебя, но Дюк предвидел, что скоро это случится. Мы должны были быть готовы. Смотрите, а он уже винтовку взял в руки, ничего себе. Правда в том, что у нас всё было хорошо и без... А, у вас всё было хорошо и без нас. Вы держали всё под контролем, но теперь это совершенно новый уровень опасности. Враг сделал свой ход, и нам пришлось контратаковать. И? Что вы сделали? Выкрали ядро искры Хаунда и повторно собрали его? Речи, ты не поверишь, что они сделали. Моё новое тело, оно прекрасно. Настоящий гибрид кибердронской земной технологии. Напомни, как вы меня называете? ВАМП. ВЕХИКЛ АТАК МЕЛТИ ПЪРПЕС. Ха-ха-ха! Блин, вы поняли эту аббревиатуру? ВЕХИКЛ, короче, это транспорт. Атака, это, собственно, атаковать. МАЛТИ, это, видимо, МУЛТИ ПЪРПЕС. ЦЕЛЬ. То есть, МУЛТИ-ЗАДАЧНАЯ, МУЛТИ-МНОГОЦЕЛЕВАЯ АТАКУЮЩАЯ МАШИНА. Если вот как-то так перевести. Либо МНОГОЦЕЛЕВОЙ АТАКУЮЩИЙ ТРАНСПОРТ. МНОГОЗАДАЧНЫЙ. Ну, скорее всего, МНОГОЦЕЛЕВОЙ. Хотя ПЪРПЕС, это больше, как, ну, цель, предназначение и так далее. Ну, в общем, вот, суть примерно уяснили, да? То есть, они тут аббревиатуры даже не заменили. Вот это перев... МОЛОДЦЕ! Браво, браво! Ух, молодцы, переводчики! Это мой личный модель... Личный выбор модели транспорта. Легко бронированный джип с тяжелым вооружением. То, что нужно. Этот враг, Дюк, у него есть имя? Да, они называют себя... КОБРА! Вау! Вот это поворот! Берегись, здесь я в Тихон, оптимус поехал куда-то. Джей Ай Джо! Джей Ай Джо! Какой кошмар. Ну че, давайте глянем. Так, тут уже прям осколочки собрались. А-а-а-а. О-о-о, музыка какая заиграла прямо. Эти так синхронные, это... Мечами замахали. Ну, для разнообразия пойдет. А-а-а, значит в Джей Ай Джо вдарились. Ладно. Хе-хе, хорошо. О-о-о. У-у-у. Недурно. Это, как его, Шторм... Блин, как же там звали? Шторм, Шторм. Вот этот вот белый, который... Антипод Снекайса. Насколько я помню. Кстати, в какой-то веке показаны заставки люди в соотношении с размерами, вот, собственно, автоботов и десептиконов. То есть, офигеть, да? Можно теперь понять, насколько вот пропорции, как бы, огромные. Так, а мы приближаемся к вражеской базе. И уже приблизились. Так. О, тут здоровье теперь показывается. Нифига себе. Вот это... Круто. Круто. Так. Ну, давайте. Хлопцы, братцы, держитесь. Мелоди готова, говорят. Все, на прорыв. Может быть, даже и не придется этого выпускать из будки. Гештальта. Нет, ну зашибись. Смешали, значит, со вселенной Джа и Джо. Ну, дальше больше. Что у нас будет следующее? Дайте угадаю. Наверное, у нас там будет Гарри Поттер, да? Экспилярмус, да? Саундвейв полетел. Или Старскрим. Будет пулять с неба своим нулевым лучом, приговаривая. Ага, да кидала. Так сказать. И потом это... А потом вообще самой вишенкой на торте будет это... Какой-нибудь такой закадровый голос. И когда уже думали, что все, победа близка... Ээээ... Там, ну, че, че там дальше... А, да. Но силу кольца нельзя было превозмочь. И появляется Саурон. И просто начинает всех одним ударом, как он в фильме, там, 20, там, в небо отправлять. Этой своей, как его, булавой, да, этой. Вот это было бы круто. Вообще обалдеть. А потом ходячие сверху добавить. А потом пролетает боец на... Эээ... Самолете таком, космическом, да? Ну, как, собственно, вот у десептиконов. Там стреляет и ни по кому не попадает. Вообще вплотную прям встает. Садит две обоймы, ни в кого не попал. Где, так сказать, эти... Штурмовики. Звездные войны. Хе-хе-хе-хе-хе. У них... У них бы тут вообще была бы феноменальная поддержка. Вот эти вот... Эээ... Орбитальный удар. Даже если на цель наводишься, все равно не попадаешь. Где-то там за кадром что-то сносит. Непонятно что. Но... В целом, не дурно. Мне вот интересно другое. Вот они так вот собрались и куда-то это... Эээ... Серьезно настроены. Ну, ладно, эти такие двойны готовы. Стоят там, этот, в шлеме. Командер Кобры... Его это... А этот куда прыгает? Ну, Мегатрон, по всей видимости, он задумался и что-то вдалеке видит. Этот ты куда сиганул? Тут никого нету, ё-моё, тут песок. Хе-хе-хе. Куда прыгаешь? Хе-хе-хе. Чё случилось? Чё он прыгнул? Как-то... Как-то странновато. Тут... Тут даже Мегатрон, скорее всего, посмотрел не вдаль, а на него посмотрел. Ты чё, дурак, что ли? Хе-хе-хе. Ты чё прыгать начал? Но... Тем не менее. Как извечная фраза. С какими идиотами приходится работать, да? Подумал Мегатрон. В который раз. Ооо. Прямо такая боевая тема такая заиграла. Ну, тут могли бы что-нибудь реальным. Поставили бы сюда бы саундтрек из-за трансформера Devastation, да? Вот это там музлонище было. Ё-моё. Это прям... Ооо. Ещё раз. Что-нибудь... Мы как-нибудь поиграем. Мне прям очень понравилось. Эта игра интересная прямо. Вот это я прямо... Прямо... Уф! Самый сок. Так. Ну, давай. Суперион. А, ещё Годзиллу сюда вселенную можно добавить. Во, гештальты есть. Всё и есть. Гектулху. Тоже. Годзилла, конечно, до Метроплекса я не знаю. Нет, по-моему, не дорастёт до Метроплекса Годзилла. Метроплекс, допустим, поздоровее будет. Да и не допустим, по-моему, поздоровее. А вот кто... Там не то, что Метроплекс, там с ним и Юникрон с Праймусом могут проблемы возникнуть. Вот это было бы, конечно, коротко. Так, а эти-то будут сами бегать? Мы сможем лицезреть битву... Снэк Айс. Как же этого Шторм, Шторм, ё-моё, на языке вертится. Господи, как же его зовут, бля? А-а-а-а... Нет. Чёрт. Ребята Быть что-то не это Спасли Оренхайда Блин, эта музыка такая играет Как будто уже отмечает и Оптимус там зажигает Зацените, да? Как этот, флексит, флексит Оптимус прайм дико флексит, да? На барной стойке под энергоном Вот это было бы, конечно Вот это зрелище, вот это бы обнову добавили бы Вообще обалдеть Что-то не показалось, или импактор скалился Что-то какая-то у него рожа была Такая, ну Что-то вообще какая-то Странная тема с лицами пошла То у Мелоди как-то один глаз закрытый Другой такой прищуренная Прямо какая-то горбатая из места стричь Изменить нельзя такой Такая строгая такая Какой кошмар, а? Да Хорошее обновление Просто замечательное Настолько хорошее, что даже загрузки дольше стали Обалдеть Ну-ка стойте Да, импактор, вы гляньте Он что-то скалится Я раньше не обращал Ну по-моему он скалится Что за херня здесь происходит? Какой-то джайджо Ой, ё-моё Да, ну в общем вот как-то так Ну-с, ладно Да, давайте-ка тогда закончим тут. И продолжим уже, как обычно, всё в следующих сериях. Ссылка на плейлист, группу ВК, Фейсбук, Твиттер, а также на другие прохождения по вселенной Трансформеров снизу в описании под видео. Рекомендую к просмотру. С вами, как всегда, был Андрей Доцент. Крепкого здоровья, приятного настроения. Храни вас праймус, Юникроном. Пока-пока.